Все, что можно заселить, мы заселили. И, конечно, когда иногда говорят, что в России там много территорий свободных, ну, знаете, я хотел бы вам предложить садовые участки, где-нибудь на склонах Станового хребта в Восточной Сибири, где-нибудь, знаете, так, или Хребет Черского, знаете, где там 9 месяцев зима, остальное лето. Ну, а когда тайга, там такие просторы у нас. Даже это горно. Ну, попробуйте пожить в тайге, ну, что же вы там будете делать, знаете. Если там вы... Ведь нужно с хозяйственными землями, чтобы выращивать что-то, так ли? А если вырубить тайгу на этой вот серой бедной почве, ну, вы на один год-два что-нибудь вырастите, а потом зимний период такой мощный. Вот мы говорим о лесах, которых дышат там легкие планеты. Это вот в Амазонке, там, в бассейне Конго легкие планеты. Круглогодичный и многоярусный лес, который дает нам кислород. А наша тайга, наверное, на полгода замирает, когда под снег. Она даже не дышит, она так засыпает. Так вот, год охраны окружающей среды – это, кстати, все-таки наша российская такая инновация, я бы сказал. Это 8 августа нынешнего года Владимир Владимирович Путин, президент нашей Российской Федерации, подписал указ о том, чтобы будущий год был годом охраны окружающей среды. Это не всемирно, знаете, на ЮНЕСКО объявляют так, какие-то там год языка, год того. То есть мы будем свою сохранить? Свою, и, честно говоря, если мы начнем всю планету спасать, ну, мы тут отстанем, я думаю, мы очень много просто не успеем, потому что, а главное, мы начнем вмешиваться, знаете, как учить людей, кто не просит вас, чтобы их учили. Мы приедем, начнем говорить африканцам, как им охранять природу, а у них там в это время межплеменные войны идут, там гражданские, да, и там миллионы беженцев перемещаются с одной стороны в другую. Мы говорим, давайте будем с вами охранять природу. Они сказали, да, отстаньте, слушайте, а то вас еще тут заодно сейчас. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.